Ну что ребят, МК1 вышла, мы прошли сюжетку на стриме и пришла пора углубиться в игру. Хочу сказать большое спасибо тем, кто присутствовал на стриме и смотрел сюжет со мной. Вы потрясающие ребята, такого онлайна и актива еще никогда не было. Что еще касается игры. Да, Warner Bros. действительно отключили сетевые функции для России и Беларуси. А в игре огромное количество контента открывается только при подключении к серверам. Типа камео, скины, косметика и даже Havik фактически является наградой за прохождение сюжета. Наградой, которую нужно получить. На ПК ребята используют VPN, на консолях тоже есть способ решения проблемы. Я описал его у себя в телеге, залетайте. Главное не отчаивайтесь, проблема решается, решается быстро и по карману не бьет. Играть можно более или менее комфортно. Лично у меня пинг редко поднимался выше 100, при том, что я играю на Wi-Fi. В общем заходите в телегу, читайте пост и делайте, а если останутся вопросы, то пишите мне в личку. Да, это костыли, это безусловно плохо, но выбора у нас с вами немного, что касается желания играть онлайн. К тому же эти костыли довольно быстро и просто ставятся. Сейчас же я хочу с вами поговорить про Смоука. Как многие знают, это мой любимый перс и я очень ждал возможности поиграть им. Как ни странно, но в сюжете не было главы за него, хотя я очень ждал ее. Ну да ладно, зато теперь есть тренировка и возможность полноценно поиграть этим бойцом. Кстати, если вы еще не купили игру, то можете прямо сейчас зайти в Steam и купить ее сами. Но как же ограничения со стороны самой платформы, спросите вы? А они вам не страшны, потому что есть сайт Купи Код. Там вы можете пополнить свой цифровой кошелек просто, быстро и безопасно. От вас нужен только логин в Steam, никаких паролей и других данных не требуется. Указываете логин, необходимую сумму пополнения и оплачиваете заказ и получаете деньги на Steam с самой низкой комиссией на рынке. Ведь с моим промокодом КУЛЬТ комиссия на пополнение снизится на 2%, а если авторизуетесь на сайте через ВК или Телегу, то еще получите 50 бонусных рублей на баланс и постоянный кэшбэк на все покупки. Также на сайте можно пополнить казахстанские аккаунты, вот прям как у меня. И что удобно, на главной странице есть калькулятор, который посчитает итоговую сумму в рублях по актуальному курсу. Вам не придется высчитывать нужную сумму самим. А еще ребята на сайте проводят конкурс, в котором вы можете выиграть Payday 3. Для участия необходимо просто пополнить свой баланс на 1000 рублей, использовать промокод ACAB, который даст вам скидку 1% на пополнение и подписаться на соцсети проекта, где и огласят результаты конкурса 18 и 20 числа. Переходите по ссылке в описании, используйте промокоды и просто играйте. Так, ну че там со Смоуком? Опять же скажу, я не киберкотлета и не хочу воздушить терминами и цифрами. Как и большинство, я просто играю ради удовольствия, но иногда делаю это публично. В общем, как и ожидалось, Смоук это так называемый рашдаун-боец. То есть он больше про нападение, это персонаж скорее для агрессивной игры. Типа его задача душить прессингом и делать это как можно дольше и эффективнее, ну а также пытаться вскрыть защищающегося соперника, обманывать. Но при этом Смоук наносит относительно небольшой урон. С использованием камео и метроусиления можно забрать около 40% здоровья противника, но в среднем это 30-35. Давайте по порядку, с чего начать? В этой части у большинства бойцов огромный комбо-потенциал и у каждого есть какие-то выходы на длинное красивое жонглирование. Это либо нормалы, то есть обычные удары, либо спешлы, спецприемы. У Смоука выходы на комбо есть и там, и там. В нормалах это серия 3-2. Она запускает противника в воздух и можно жонглировать, но у этой серии есть пара слабых сторон. Во-первых, она начинается с высокого удара, под которым можно присесть. Во-вторых, она сама по себе не отменяется в камео, то есть запустили противника в воздух и вариантов два. Либо прыгаем за ним с воздушным комбо, либо продолжаем жонглировать на земле. Используем те удары и серии, которые уже отменяются в камео и спецприемы, чтобы жонглировать дальше и нанести больше урона. Ну вот пара колкозных примеров. Нажали 3-2, противник летит и можно успеть еще два раза выполнить одну и ту же серию, но это далеко от оптимального урона. Можно успеть дать джеб, вот этот тычок рукой. А потом еще выполнить серию вперед 1-2, захват. Другой вариант, тот же лаунчер 3-2, прыгаем за противником, два удара в воздухе и отменяем в усиленный телепорт. Его фишка в том, что он релаунчит, то есть тоже подкинет противника и мы успеем еще раз подпрыгнуть и выполнить какой-то комбо в воздухе. Лучше всего 1-1-2, оно наносит больше урона. В общем, в МК-1 в плане продолжительных комбо дела обстоят лучше, чем в МК-11 на мой взгляд. Потому что иногда, пока выполняется комбуха, можно реально встать, чай налить, почитать новости и подписаться на мой телеграм-канал, например. Но вернемся к Смоку. В целом, по нормалам дела у него обстоят неплохо. Это конечно не рейка с его средними ударами, но у Смока тоже есть пара основных протягивающих серий, с помощью которых можно подушить соперника, пытаться его вскрывать. Это вышеупомянутая вперед 1-2 и вперед 3-2. Последняя начинается с низкого удара, кстати, лоу, а потом оверхед. То есть первый удар блокируется сидя, второй только стоя. Есть серия, где идет оверхед, затем лоу и средний удар. Я обращал внимание, что на реакцию вот этот оверхед игроки даже сбивают, но это не так просто, как звучит. Соответственно, эти серии хороши тем, что они заставляют противника не просто сидеть в блоке, а шевелиться, садиться под низкой атакой, вставать под оверхедом. А если у нас в камео есть персонаж, способный нанести низкий удар или оверхед, значит это еще и миксапы, разводки. Вот в этой серии после низкого удара идет обычный оверхед, но можно вместо него вызвать фрост, у которой есть низкая заморозка и попытаться обмануть противника. Он встанет, чтобы ему не дали по голове, ожидая этот удар, а тут раз заморозка по ногам и комбим дальше. То же самое с этой серией, где второй удар обычно низкий, а мы можем взять и позвать скорпиона, он даст мечами по башке, то есть оверхед, после которого опять же комбим дальше. Если вкратце, в этом и есть смоук, душить и обманывать. Но кстати важно помнить, что использование камео часто скейлит урон, то есть фактически уменьшает его. Если мы используем заморозку фрост, например, то дай бог смоку нанести хотя бы 30% за комбо, при том, что без камео и без метра усиления, он делает это вообще спокойно. Видимо атакова цена за обман противника. На момент записи, я открыл еще не всех камео, признаюсь честно, и мне не удалось еще попробовать смоука в паре с Матара и Шуджинка. Но из тех, что у меня открыты, мне больше всего понравились Сайрекс, Скорпион, Сабзира как по дефолту, Сарина также и внезапно Дариус. Но в случае с сабом, думаю все и так понятно, это броня, которая смоуку вообще-то не очень нужна и заморозка, которая кстати в отличии от заморозки фрост, не так сильно скейлит урон. Что касается Сайрекса, он сам по себе неплох, сетап с бомбой, который лаунчит, встанищая сетка и вот что я прям заценил, вот это вращение в воздухе. Простейшая комбо, 3-2, 3-2, 3, вертушка Сайрекса. Пока они там крутятся, вертятся, прыгаем и тоже помогаем желтому серии 1-1-2, можно забрать 40%. Дариус и Скорпион в паре со смоуком раскрылись для меня немного иначе. Вот эта серия смоука вперед 1-2 захват. Пока смоук выполняет этот захват, на третьем ударе можно вызвать камео, огненное дыхание Скорпа или станищий удар ногой Дариуса. В обоих случаях есть возможность продолжить комбо, потому что Скорпион огнем задержит противника в воздухе после броска смоука, а Дариус его отправит в стан. Плюс вместе с ним есть камео комбо. Кроме этого, у смоука нормальный такой набор спецприемов. Вообще, как во времена МК-3, надо при любой возможности уходить в невидимость, правда теперь это конечно стоит метра усиления, но представьте, как тяжело сопернику блокировать невидимого бойца с миксами. В инвиз можно уйти после дымовой гранаты или отменив телепорт. Еще одна хорошая способность, вот этот рывок смоука. Превращаясь в дым, он игнорирует летящие в него снаряды. При этом удар смоука можно отменить. Соответственно, когда его зонят, он может быстро подлететь и наказать противника, либо отменить спецприем и, например, выполнить захват. Среагировать на это можно, но совсем непросто. К тому же у смоука есть вот этот удар вперед 4. Там целая серия ударов, а еще там нехилый плюс. То есть, если противник блокирует, то смоук восстановится раньше и сможет продолжить прессинг. Правда минус этой атаки в том, что она высокая, но она отменяется в спецприемы, причем прямо во время ударов ногами, а не после них. И что за персонаж получился смоук? Это миксы, это прессинг и контрзонинг. Но также это небольшой урон, а если противник читает вас или у него отличная реакция, то за каждую попытку обмануть его, смоук будет получать по башке и скорее всего больно. Вот эта серия лаунчер вовсе не панацея, потому что в реальном бою совсем непросто поймать соперника высоким ударом ноги, чтобы запустить его в воздух. И те же 35% урона удается нанести далеко не всегда. Еще я бы не сказал, что смоук очень сильно зависит от камео. Вот у некоторых бойцов прямо меняется стиль игры с ними, а смоук либо открывает миксапы, либо использует просто как бонус. На данный момент я думаю, что он хорошо сочетается со Скорпом, с Абзиро и с Ариной, хотя она хороша в паре со всеми вообще-то. Признаться честно, я ждал от него большего и надеялся, что он сам по себе, как блендер, весь из миксапов. Но к счастью, именно к счастью, это не так. На мой взгляд, боец сильный, но не топ. При этом, конечно, никакое не дно. С ним либо играешь на Йолой, как сумасшедший, жмешь кнопки и что-то где-то да получится, то есть таким игрокам он тоже подойдет. Либо аккуратно пресишь, пытаешься вскрыть, сильно не наглеешь, тогда он в каком-то смысле раскроется. Хотя я вот сейчас подумал, типа, че я ляпнул? Так же вообще можно сказать про всех. Короче, на мой взгляд, какой-то откровенной халявы смоук игроку не дает. Если есть лаунчеры, то использовать их непросто. Если ошибся с миксом, то смоук потеряет половину лица. Как-то вот так. В любом случае, я рад персонажу, мне понравилось им играть, он довольно простой для освоения, но жаль, что у него нет каких-то уникальных фишек. Типа Синделл там в воздухе чудеса творит, у Шана отдельная механика с превращением, у Джонни хайпометр. Не, у смоука в этом плане все проще. Я думаю, если ролик зайдет, то пройдемся так по каждому персонажу. Не гайды, но какие-то базовые знания соберем. А пока напоминаю про свою телегу, где помимо прочего вы можете покупать игры и подписки для консолей. Вся инфа там в закрепе, а я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok